Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина. На очереди у нас 19 глава книги, в которой завершается описание раздела Хананской земли между израильскими коленами. Второй жребий вышел, это из тех семи жребия, в последних семи жребиях. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их. Шимон, один из старших сыновей Иакова, вот этот самый Шимон, его потомки, были, пожалуй, самым южным коленом Израиля. Населяли они южную и юго-западную часть Ханаана, южную и юго-западную часть Святой Земли. Очень скоро это колено, довольно немногочисленное, растворится в колене Иудинам. И, собственно, даже непонятно его история, его судьба этого колена Симеонова. И довольно рано, может быть, еще до ассирийского нашествия, это колено, хотя и самое южное, но относившееся, по всей видимости, к пределам, к уделам Северного царства, это колено, оно свое независимое существование, возможно, скоро прекратит. Но вот здесь это колено, хотя не многочисленное, но еще реально существующее, оно получает свой надел наряду с другими коленами. Это колено Шимона получает самые южные земли Хананской Ханаана. И был удел из их среди удела сынов Иудиных. Вот здесь прямо сказано, что их удел был среди колена сынов Иудиных. То есть небольшие-таки маленькие анклавы были у них посреди Иудина колена. То есть со всех сторон потомки Шимона, Симеонова колена, были окружены коленом Иудиным, иудейским племенем. Перечисляются города. В уделе их были Версавия, греческий вариант названия города Беэр-Шева. Беэр-Шева – южный город, до сих пор, кстати, существующий в Израиле, довольно крупный город Беэр-Шева. Беэр – это колодец, Шева – это, видимо, имя собственное, колодец Шевы. В греческом звучании – Версавия. Итак, в уделе сынов Шимона были такие города. Второй стих. Версавия – Беэр-Шева. На самом деле этот город называется колодец Шевы – Беэр-Шева. От греков нам пришло название Версавия. Беэр-Шева или Шева – Молада, Хацар-Шуал, Хацар-Шуал, простите, Вала и Ацем, Эц-Толад, Вифул и Хорма, Циклаг, Беф-Маркахфов и Хацар-Суса. Вот этот Циклаг, упомянутый в пятом стихе, видимо, следует отождествить с тем Циклагом, в котором какое-то время находился Давица своим отрядом и из которого он совершал свои набеги, о чем рассказывается в книгах царств. Циклаг, который контролировали филостемляне, но который, Давид скрывался у филостемлян, которые отдали Давиду этот Циклаг во временное пользование, пока он находился в бегах от Шауля, царя Саула. Шестой стих. Беф-Леваоф, Бетла-Леваот и Шарухен, тринадцать городов с их селами, Аин, Римон, Эфер и Ашан, четыре города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов, всегда же до Баалаф-Беэра или Южной Рамы, вот удел колена сынов Шимона по племенам их. Небольшое колено и небольшой у него удел. Самый южный надел в Эр-Цисраэль, в Кнаане. Дальше очень важное колено, колено Иуды. Упоминается. От участка сынов Иудиных удел сынам Шимона. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Шимона и получили удел среди их удела. Надел колено Иудина описывался выше в предыдущих главах. Здесь же сказано о том, что надел колено Шимона среди колена Иуды. «Третий жребий вышел сынам Завулоновым». Завулун – одно из самых северных колен. Колено Ашера и колено Звулуна. Колено Звулуна – самое северное колено. То есть там, где сейчас Южный Ливан, там, где сейчас Северный Галиль, Северная Галилея, там, туда простирались их наделы. Вот колено Звулуна по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и морали, и примыкает к Дабешефу, и примыкает к потоку, который предел пред Иокнеамом. Море здесь – это, по всей видимости, Яматихон, Средиземное море. В Библии называемое также Великим. От Сарида идет назад предел, идет назад к восточной стороне, к востоку Солнца, до предела кислов Фавора. Отсюда идет Гдафару и восходит Кеофия. Все это земли, северная часть, северная часть Святой Земли – это Галиль или Галилея в привычном нам звучании. Отсюда проходит к востоку, в Гефхефер, в Итукацин, и идет к Римону, Мифуару и Нее. Римон – это еще и плод, который мы называем гранатом. Он называется Римон также на иврите. Вот здесь этот город был, видимо, назван в честь этого плода, в честь граната – Римон, упомянутый в 13 стихе. Далее предел поворачивает, 14 стих, от севера к Ханнафофу и оканчивается долиною Ифтах-Эл. Далее Каттав, Нагалал, Шимрон, Идеал и Вифлеем – 12 городов с их селами. Странно. Тот ли это Бейт-Лехем, тот ли это Вифлеем, который в колене Иудином? Ведь все-таки колено Завулунова – это северное колено, а Бейт-Лехем, Вифлеем, мало того, что в колене Иудином, он еще и расположен на юг от Иерусалима, от Иерушалайма. Быть может, здесь имеется в виду другой городок с таким же названием Бейт-Лехем. Трудно предположить, что у колена Завулунова был город в южной части колена Ягуды, в центре колена Ягуды. Вот удел сынов Завулуновых по их племенам. Вот города и села их. Дальше четвертый из этих семи оставшихся жребиях выпадает из Сахару. Тоже северное колено. Колено Ашера, колено из Сахары, колено Завулуна – самое северное колено в Святой Земле. Есть еще одно самое северное колено. Это колено, полуколено, точнее Менаше, но это уже Заярдания, Голландские высоты, Башан, Гильад и так далее. Итак, четвертый жребий. Он вышел из Сахару, сынам из Сахара, по племенам их. Пределом их были Израэль, Кисулов и Сунем. Израэль, точнее Израэльская долина уже упоминалась. Долина Израэльская не принадлежала, видимо, колену из Сахара, но вот город Израэль, расположенный в этой долине, долине довольно обширной, на этой долине происходило и будет потом происходить много сражений важных. Еху будет уничтожать династию Ахава, нечестивого, в частности, в долине Израэль будет их истреблять. И другие разные сражения. Вот эта долина Израэль, она обширная, поэтому ничего удивительного, если большая часть долины принадлежала одному колену, а сам город, центр этой долины, город с таким же названием Израэль, буквально это значит «Господь сеет» или «Господь сеятель» Израэль. Действительно очень плодородная долина, что посеешь, что потом многократно соберешь урожай из этого. Вот этот самый Израэль, городок, он принадлежал колену из Сахара. 19 стих продолжается перечисление городов из Сахаровых. Хафараим, Шион и Анахараф. Равив, Кишион и Овец. Ремев, Энганим, Энхадда и Бевпацец. И примыкает к пределу, предел к Фавору, гора Табор. В привычном нам звучании Фавор. Она, эта гора расположена тоже у Изсахара, то есть это тоже Галилея, скорее южная часть Галилея. Южная часть Галилеи. Шагациме и Вевсамису. Вевсамиса Бетшемеш, Дом Солнца, такое название. И оканчивается предел их у Иордана. Бетшемеш, город получил такое название, видимо, потому что там был солнечный культ. Кстати, культ Баала и культ Солнца часто совпадали. Баал был солярным божеством. И оканчивается предел их у Иордана. Восточный предел. Шестнадцать городов с селами их. Вот у дел колено сынов из Сахаровых, по племенам их. Вот города и села их. Далее, самое северное, пожалуй, из всех северных колен – это колено Ашера. Ашер. Асир синодального перевода. Двадцать четвертый стих читаем о том, что пятый жребий вышел к колену сынов Ашера по племенам их. Пределом их были Хилкав, Хали, Ветен и Ахсав. Аламелех, Амад и Мишал. И примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор Ливнафу. Гора Кармель, Кармил, там, где сейчас расположен город Хайфа и его пригороды. Вечно зеленый Кармил зеленеющий. Вот там одна из границ колена Ашера. Южная, видимо, граница – это Кармел, а западная граница – это Шихор Ливнаф. Потом идет назад к востоку Солнца, в Бет-Дагон, и примыкает к Звулуну, и к долине Ифтах-Эл-Север, в Беф-Эмек, и Неил, и идет Уковула с левой стороны. Еще одно название, в котором заключено имя местного божества – Дагона. Бет-Дагон – так называется город. Дагон – одно из божеств, почитавшихся хананеями тоже. Нередко упоминается на страницах Танаха. Далее – Эврон, Рехов, Хамнон и Кана, до Сидона Великого. Вот здесь упомянуты северные пределы. Цейдон – нынешняя Сайда в Ливане. В Евангелии есть выражение «пределы тирские и сидонские». В евангельские времена эти земли, как, впрочем, и во времена Иисуса Новина, населялись неевреями. Населялись они хананеями разными. Дальше, с 24 стиха, описание колена Ашера. Ашер – самое северное колено Израиля. Это колено, территория которого охватывает какие-то куски Галилеи, северной Галилеи, а также тех земель, которые называются в Евангелии пределами тирскими и сидонскими, которые считаются землями финикийцев. Южно-финикийские города Тир, Сидон, Цор, Сайда. Дальше мы увидим, что Сайда будет упоминаться здесь, Сидон, и о ней скажем отдельно. Итак, 25 стих. «Пределом сынов Ашера были Хилкав, Хали, Ветан и Ахсав, Аламелех, Амат и Мишал, и примыкает, предел сынов Ашера, примыкает к Кармелю с западной стороны и к Шихор-Лифнану». Гора Кармил будет местом подвигов пророка Ильягу, пророка Ильи. Там с этой горой будет связано много важных библейских событий. Вот эта гора была пределом колена Ашера, его границей. С западной стороны – к Шихор-Лифнану. Потом предел сынов Ашера идет назад, к востоку солнца, в Бет-Дагон. Бет-Дагон – дом Дагона, так назывался город, в честь божества Дагона, почитание которого было распространено в том числе и среди местных жителей Хананеев. «И примыкает предел к Звулуну, и к долине Ифтах-Эл с севера, и к Бет-Эмек, и Не-Иел, и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хамнон и Кана до Сидона Великого». Этот Великий Сидон – один из очень важных финикийских городов. Расположенный на берегу Средиземного моря, на территории нынешнего Ливана, этот город, южно-ливанский город, так же, как и город Сур. Этот город Сур и город Сидон, Сайда, еще один город Библос, который так же упоминается в книге Иисуса Новина в других главах. Вот эти три города были самыми великими у финикийцев. Финикийцы, с которыми постольку-поскольку приходилось дело иметь израильтянам, они все-таки довольно в стороне, в отличие от филистимлян, которые южнее от потомков народов моря. Вот эти самые финикийцы, они были носителями финикийской хананейской культуры, с почитаниями Ваала, с почитаниями Астарты, с почитаниями других божеств. Этот предел, таким образом, самого северного колена, колена Ашера, доходил до Сидона Великого. Сидон действительно был велик. Хотя колонизация финикийская, она шла в основном из тира, участие сидонян в колонизации Средиземного моря наукой не доказано, но Сидон был велик. С ним стремились заключить союзы окрестные государства. В том числе великое, могущественное царство Израиль. Оно было великим и могущественным, например, во времена Омридов, потомков Омри, Амрия. Один из них, Ахав, заключил династийный союз с этим городом-государством, входившим в союз городов-государств Финики, с Сидоном, с Сайдой. И его женой была сидонская принцесса Изевель, и Изавель, синодального перевода. Ахав и Изавель, с которыми вел духовную брань пророк Божий Илья, Ильяху. Вот здесь упомянут этот сидон. Конечно, евреи не владели сидоном в те времена, и навряд ли будут владеть какое-то, по крайней мере, продолжительное время в древнеизраильской истории. И сейчас это территория другого государства, территория Ливана. Но все-таки по распределению Иисуса Новина, зафиксированному документально в книге Иисуса Новина, по распределению колен, пределы колена Ашера доходят аж до Сидона Великого. То есть включает в себя и Тир, Цур, который расположен, конечно же, южнее Сидона. Цур, Сидон Великий. Сидон Великий не относится к колену Ашера, но до самого Сидона территория колена Ашера. Потом предел возвращается к раме, до укрепленного города Тира. Вот он, Цур, расположенный на острове. Этот город был неприступный, его никто не мог взять. Ни египтяне, ни хетты, ни ассирийцы, ни вавилоняне, ни персы, только Александр Македонский, насыпав дамбу, захватит этот город Цур, этот город Тир, возьмет его и сделает остров Цур полуостровом, каким он является и сейчас. Ну а в отместку за то, что жители Цура не сдались, Александр, как известно, все мужское население этого города распнет на крестах. Такова история. Начало эллинизации Палестины. Так вот, этот город здесь тоже упомянут, как один из городов, который должен будет входить в колено Ашера, самое северное израильское колено. До укрепленного города Цур, ну сам-то Цур на острове, но вот все, что за пределами этого острова, за Цура, то есть территория континентальная, ее вполне могли бы, если бы захотели, израильтяне времена Иисуса Новина, а именно потомки Ашера, Асира, захватить. К сожалению, этого не произойдет, и Сидон, и Тир останутся у финикийцев, останутся у финикийцев и те городки, и города, деревни, сельская местность, которые являются северными пределами по распределению этих колен, ну ныне это территория Ливанской Республики. Распределение колен – это идея, это идеальное состояние вещей, а история, она идет несколько иначе. Далее, читаем далее, 30 стих. 30 стих так и начинается со слова «далее». Ума, Афек, Ирахов – всего в этих стихах перечислены 22 города с селами их, то есть с пригородами. Вот удел колена сынов Осировых по племенам их, вот города и села их. С 32 стиха начинается перечисление городов и наделов колена Нафтали, колена Нефалимова. «Шестой жребий вышел сынам Нефалима, сынам Нефалимова, сына Нефалима, да, по племенам их. Предел их шел от Хилефа, от Дубравы, что в Цацаниме, к Адами Некеву и к Иавниилу до Лаккума и оканчивался у Иордана». Иордан – это естественная восточная граница Святой Земли. За Иорданом, в Трансиордане, там уже два с половиной колена, которые не захотели получить себе наделов в Ханаане, решили, что им лучше жить на тучных полях Моавицких, Вассанских и в Гил-Аде, там, где земли Аммонитян и Моавитян. Ну, а вот восточная граница колена Нефалимова, как и некоторых других колен, это Иордан. Отсюда предел возвращается на запад, казно в Фавору, и идет оттуда к Хукоку, и примыкает к Звулуну с юга, и к Ашеру примыкает с запада, и к Ягуде у Иордана, от востока солнца. Очерчены границы с другими коленами, и административные границы, границы между коленами. Города укрепленные, Цидим, Цер, Хамав, Ракав и Циннерев, Адама, Рама и Ацор. Этот Ацор очень важный, мы о нем читали уже в книге Иисуса Новина. Этот Ацор раскопан недавно археологами, и огромное городище, огромный город, и в нем чрезвычайно много важных археологических находок. Это был очень крупный город, город Ацор. Кедес, Эдрея и Ген-Хацор, Иреон, Мигдал-Эл, Хорем, Бет-Анаф и Вевсамис. 19 городов с их селами. Вновь мы встречаем топоним с названием Бет-Шемеш, Вевсамис. Таких топонимов много. На всем Ближнем Востоке городков, городов, посвященных солнцу. Культ солнца был у язычников. Вот удел колена Нафтали по племенам их, вот города и села их. Дальше, наконец, последний удел из всех 12 уделов, это удел Дана, колена Данова. С 40 стиха начинается его описание. «Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой». Седьмой из тех оставшихся жребьев, которые распределялись избранными представителями колен, по три человека от каждого колена, о чем мы читали в предыдущей, 18 главе. Так вот, колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Эштаол и Ир Шемеш. Опять топоним с названием, название которого Солнце. Ир – это город, Шемеш – это Солнце, город Солнце. Шалавин, Аяалон и Ифла, Элон, Фимнафа и Экрон, Элтеке, Геферон и Ваалав, Игуд, Бене, Верак и Гафремон. Ме и Аркон, Иракон с пределами близ Иопии, и вышел предел сынов Дановых, мал для них. Экрон – это очень важный город в филистимском Пятиградии. Тот ли это город, город, которым владели Плештим, или это другой Экрон? Возможно, тот самый, потому что дальше упоминается Иопия, Яфу точнее. Яфу, нынешний Тель-Авив. Здесь упомянут в 46-м стихе, как город, рядом с которым проходил предел сынов Дановых. То есть изначально сыны Дановы получили удел не на крайнем северо-востоке, а вот здесь, получается, в центре Святой Земли, в приморской части этого центра Святой Земли. Но этот удел оказался малым. И сыны Дановы пошли войной на Ласем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследии, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана отца своего. Это тот самый Дан, который расположен на крайнем-крайнем севере Святой Земли и нынешнего государства Израиля. Там раскопан большой город, раскопан с одноименным названием Дан. И там когда-то, в истории разделенных царств, там когда-то был установлен Иеравамом первым, не вторым, а первым, потому что я соскал вторым, первым Иеравамом был установлен телец, один из тельцов, северный телец, оберегавший как бы северные границы царства. Там он был установлен, этот самый телец, золотой телец. Иеравам установил этих телец, одного в Бейтеле, другого в Дании, и сказал, вот Бог твой, или вот Боги твои, и так и сяк можно перевести, Израиль, или которые вывел, или вывели тебя из земли египетской. Начинается история разделенных царств после смерти Соломона, как мы знаем. Вот этот город Дан, названный так по имени Дана, по имени родоначальника колена Дана, этот город на севере. Получается, у них нет единой территории, она как бы разорвана. Есть в центре часть, удел оказался он малым, и тогда на севере, вот на севере, и основали, переименовали город Лосема в Дан. Вот удел сынов колена Данова, колена сынов Дановых, по племенам их, вот города и села их, говорит нам 48 стих. Дальше эпилог нашей девятнадцатой главы, начинается он с сорок девятого стиха. Три стиха охватывает. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Новинову. Иисус последним получает свой участок, свой удел. Его шоа бен Нун, вождь израильского народа, предводитель, преемник Моисея, тоже получает себе на дел. По повелению Господню, дали ему город Фомнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой. Он сам из этого колена, из колена Ефраима, и поэтому получает один из городов, расположенных на территории колена Ефраима, Ефремова колена. И построил он город, и жил в нем. Это город Иисуса Новина. Заканчивается раздел Святой Земли, заканчивается девятнадцатая глава книги. Вот как звучит последний пятьдесят первый стих этой главы. Вот уделы, которые Элеазар священник, Иисус сын Новин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию, вшило, пред лицом Господнем у входа скини собрания и кончили разделение земли. Вся земля разделена. Сначала первое колено получают ее колено Ягуды, другие колена. Потом оставшиеся семь колен в разных местах происходит метание этого жребия. Последние семь колен получают по жребию свои наделы. И происходит это вшило, там, где установлено скиния, как мы читали, вшило, в святом месте, где скиния, и там, пред лицом Господнем, то есть в этой самой скинии, первосвященник Элиазар, духовный вождь Израиля, и военно-политический вождь Его Шуабин заканчивают распределение территории Кнаана всем израильтянам. Хананеи будут продолжать жить посреди израильских колен и будут сетью, духовной сетью для израильтян. И закончили разделение земли. Так звучит последнее предложение 19 главы. Дальше 20 глава, 21 и оставшиеся главы будут говорить уже о том, что происходило после разделения Святой Земли. Об этом мы узнаем в следующий раз. Запись делается для библейского портала Экзегет. Става кор nuevas второй 1 1 2 3 1 회